Итак, давайте рассмотрим два вопроса, которые были заданы по поводу работы с фильтрами и работы с бонусными баллами. Начнем с бонусных баллов, потому что это очень быстро. Сейчас я покажу, сейчас был вопрос, по-моему, откуда берутся вот эти 200 баллов за подписку, как их изменить. Давайте перейдем в панель управления. Нажимаем здесь три шестереночки, настройка шаблона, четвертый пункт подписка на рассылки. И здесь выставляем любое количество баллов подарочных, которые получают за подписку. Нажимаем кнопочку сохранить. Вот на этом все. Дальше, дальше, дальше. Дальше, покупатели, есть раздел. Нажимаем. Можем здесь нажать редактировать, бонусные баллы и посмотреть. Вот, он получил за подписку 50 баллов. Наверное, раньше стояло 50 для какого-то теста. Здесь можно добавить бонусные баллы ему. Вот. Ну, надо было написать, сколько добавить. И можно... Что еще? Используйте минус, чтобы удалить бонусные баллы. Вот. Можно же удалить. Я просто забыл, как это делается. Немножко вспоминал. Минус 50, которые мы ему... А, мы ему добавили ноль. Мы сейчас можем убрать. Сейчас ноль. Ну, и все-таки этих 50 оставляем. Добавить за то, что он получил за регистрацию. Это история, что мы делали. Дальше идем в карточку товара. Ну, просто это все, да. Мы их больше нигде не видим. Мы их видим вот при подписке. Мы их видим здесь в покупателях. И мы уже, когда редактируем товар, выберем любой товар. Здесь данные. Бонусные баллы. Здесь мы можем поставить, сколько этот товар стоит в бонусных баллах. Ну, вот, как бы... Ну, и все. У нас вот связи цена... Извините, данные. Где цена? Ну, цена тут ноль. Окей, там, пускай будет 100. Да, плюс человек может там получить скидку какую-то 20. Он может рассчитаться баллами. Но, хотя это неправильно. Бонусные баллы должны соответствовать цене товара на сайте. Потому что у нас бонусный балл может равняться там к 1 рублю, как подарок. Да, поэтому мы тоже здесь ставим 100. А вот, как еще можно получить, какие варианты получения этих баллов. Да, потому что тут у нас есть же сертификаты и купоны. Это все скидочные. Чтобы получать бонусные баллы, их надо прописать вот для группы. Потому что все новые... У нас пока здесь одна группа дефолтная покупателей. Все, кто покупает этот товар. Каждый зарегистрированный пользователь. Потому что это только для зарегистрированных пользователей. Каждый зарегистрированный пользователь сразу же попадает в группу дефолт. И здесь он может получить дополнительные баллы. Мы там можем поставить за покупку этого товара. Там получаете дополнительно 30 баллов. Давайте сохраним. Посмотрим сейчас, как это будет выглядеть. Сейчас мы здесь обновляем. Это у нас был товар калейдоскоп бежевый. Да, сейчас перейдем на сайт. Вот калейдоскоп бежевый. Очень красивый получается у нас стикерочек. Вот в подарок 30 бонусов. Сейчас перейдем, посмотрим, как это выглядит. На товар. Ну, сразу же привлекает внимание. Значит, здесь цена в бонусных баллах 100. И получаете 30 дополнительных бонусных баллов за покупку этого товара. Но так как я здесь не зарегистрирован, мне нажимать в корзину и переходить на покупку баллами нет смысла, потому что ничего не будет отображаться. Если бы я был зарегистрирован, то совсем другое дело. Там у человека будет как бы выбор, чем вы хотите рассчитаться бонусными баллами или наличкой. Но давайте вернемся еще раз в этот калейдоскоп бежевый. Мы видели в разделе бонусные баллы, что у нас есть одна группа дефолтная. Смотрите. Раньше мы говорили по поводу того, что можно привлекать клиентов разными группами. там, да, silver, там, бронза, silver, gold, platinum и так далее. Эти группы мы можем создать в группах покупателей. Вот у нас только одна дефолтная. Мы можем создать здесь... Давайте бронз. Создадим. Описание не делаем. Подтверждение новых покупателей. Да, нет. Порядок сортировки там один. Тот, наверное, ноль, это один. Сейчас дублировалось. Одну удаляем. И сейчас вернемся обратно в карточку товара. Возвращаемся в калейдоскоп бежевый. Ну, потому что мы с ним уже работаем. Бонусные баллы. Теперь мы можем здесь для вот этой группы покупателей, которая непростая, которая... Ну, там можно расписать, да, если вы у нас купили там на 100 тысяч, вы в категории бронз, на 200 в silver, на 500 в gold и так далее. Здесь мы можем им поставить за покупку 35 в подарок бонусных баллов. Да, сохранить. Ну, а сейчас посмотрим теперь, как будет выглядеть наш товар. Обновим, подождем. 30 бонусных баллов, потому что я... Я не вижу. Я не могу это видеть, потому что я не нахожусь... Я нахожусь в группе дополнительной. Поэтому мне выдает дефолтную группу. Но как бы смысл поняли, да. Что, для чего. О, сейчас я вернусь еще раз. Постельное белье. Мы точно сейчас и проверим. Да, бронз, дефолт. В подарок 3 с бонусных баллов. Только для дефолтных пользователей. Все. Ну, как бы с бонусными баллами... Ну, я думаю, все понятно. Ну, здесь нету больше ничего такого сверх. Это работа просто с группами покупателей. Выставляем привилегии. Можно расписывать. Там, как-то отдельную страницу создать. Да, вот. В статьях. В статьи. Здесь добавить привилегии. Как-то там назвать. Как-то расписать. Это все красиво. И этим привлекать дополнительно клиентов. чтобы они покупали все больше и больше. Вот. Давайте, что. Я тогда оставлю. Да. Вы потом самостоятельно удалите уже. Удалите группу. Если нужно будет... Так. Покупатели. Ой. Группа покупателей. Вот тут можно отметить. Удалить. Да. Красной корзинкой. И удалите потом из этого товара. Калитоскоп бежевый. Да. Запоминаем его. И уже из него удалим. Бонусные баллы. И покупка в баллах. Итак. Давайте дальше перейдем. Следующий вопрос. У нас были фильтра. Как работать с фильтрами. Вот. Я говорил, что вот этот фильтр, он установлен. Это модульный фильтр. Вот этот фильтр родной. Вот лучше работать с родным. Может быть модульный более какой-то расширенный. Но родной работает стабильнее всего. И пока можно работать с ним. Вот. Мы видим вот этот фильтр. Вот он работает. Уточнить поиск. Это и есть фильтр. Почему он работает? Или давайте не так. Давайте мы создадим изначально то, что нам нужно. Не знаю даже, что мы можем там для пустильного белья создавать. Вы себе придумайте, а я для вас создам с названием тест. Да. Тест. Ой, извините. Тест. Это название группы. Группы фильтров. А вот сами фильтры. У нас будут... Тестов... Да. Тестовый фильтр. Один. Создаем. Создаем. Тестовый фильтр. Два. Также создаем тестовый фильтр. Три. Сохраняем. Итак, у нас есть тест. Порядок сортировки ноль. Значит, он будет стоять на позиции первым. Дальше. Дальше. Чтобы... Так, у нас есть этот тест, да. Нам надо его задать товаром, но... Точно так же нам надо изначально его задать категориям. Потому что вот есть категории. Да. В каких категориях при нажатии он будет отображаться здесь. Так. Значит, идем в категории. Идем в постельное белье. Полностью все изменить. Заходим в данные. Фильтра. И здесь выбираем тест. Тестовый фильтр. Один. Можно просто... Нет, двоечка не получается. Тест. Тестовый фильтр. Два. Тест. Тестовый фильтр. Три. Вот они внизу у нас появились. Категория у нас постельное белье. Все. Сохраняем. Теоретически. Сейчас обновляю эту категорию. Постельного белья. Оно здесь не должно отображаться. Потому что оно еще не задан... Потому что параметр еще не задан товаром. Но мы сейчас проверим, как у вас настроено. Я до этого не проверял. Но не должно. Все-таки да. Все-таки оно отображается. Но при выборе позиции тест, нажатии вот кнопочки уточнения поиска, мы не найдем ничего, потому что ни одному товару не задан параметр тест. Вот и все. Ничего нет. Что у нас здесь может быть? Я не специалист в этом направлении. Мы же могли... Точно так же, как здесь размер, вот, да. Точно так же, как здесь ткань и какие есть варианты. Точно так же вы здесь создадите то, что вам нужно. И этот параметр возвращаемся. Мы задали категории, да, чтобы оно здесь отображалось. Давайте мы зайдем в категорию подушки. И вот, еще раз, теоретически, оно не должно отображаться. Не отображается. Но здесь появился цвет. А, нет, здесь размеры появились, потому что у подушек есть размеры, а уже где-то был этот фильтр задан именно для категории подушек. Возвращаемся в постельное белье. Так, мы с ним работаем. Мы работаем с одной категорией, будем работать с одним товаром. Все. Думаю, будет достаточно, чтобы понять тестовый фильтр. Хорошо, давайте теперь будем, опять же, мучить этот же товар, калейдоскоп бежевый. Возвращаемся. Так, категории постельное белье мы задали, этот фильтр тест. Идем в товары. Идем к нашему любимому товару, калейдоскоп бежевый. Редактируем. Идем в связи. Не опции фильтра. Нет. Нет. Это модуль. Мы работаем пока с обычным фильтром, встроенным, родимым. Он находится в разделе связи. Это значит, с чем связывать товар. Чтобы была ассоциация какая-то. Мы связываем его с фильтрами. Идем в раздел связи. И будем добавлять ему наши тесты. Тестовый фильтр один. Ну там параметр. Он же может быть и один параметр. Может быть и два. Может быть и три. И мы зададим все. Потом я буду дальше объяснять. Тест. Уп. Еще раз. Тест. Три. Хорошо. Ну все. Сохраняем. Теперь мы еще раз обновим нашу категорию. У меня очень долго обновляют, не знаю почему. Теперь у этого товара заданы наши фильтры, тест-1, тест-2 и тест-3, неважно, здесь может быть размер 100 на 150, тут 170 на 190, а тут 180 на 220, вот, в любом случае эти все три параметра я задал для одного товара, чтобы мы сейчас понимали, что вот если пользователь выбирает себе параметр, щелкает, уточнение поиска, он найдет этот товар, он будет только один. Сейчас пускай обновится, вот и все. Ну, как бы да, понятно, он может задать сразу все три параметры и все равно найдет, потому что здесь как раз так и задано там три параметра. Что там у этого товара еще есть, давайте посмотрим. Какие у него, у него еще были какие-то два фильтра связи. У него была еще ткань биоси, еще был цвет бежевый. Сейчас посмотрим цвет, здесь цветов не вывели, кто там выводил, не вывели и ткани здесь почему-то тоже не вывели, они им прописали, но вывода нет. Но вот как делаю я, да, я делаю правильно и так оно должно работать. Вот если у меня отображается здесь тест 1, тест 2, тест 3, мы здесь вот и выбрали уже три теста и нажали уточнение поиска и оно в любом случае находит. Вот это правильно. Все. Я вот это все снимаю. Я вам этот тест оставляю, вы можете его себе, чтобы уже там не создавать, вы можете его просто переименовать уже так, как вам нравится. Я вот все оставляю как есть, вот этот наш любимый товарчик, подопытный товар, пускай пока остается. Вы все себе поменяете. Так, запомнили, да, вот все у нас в этих стикерочках находится. Фильтра, задаем категории фильтра, задаем товары фильтра, здесь их создаем и редактируем. Ну, я не знаю, может быть все рассказал как-то слишком быстро, но по идее все. Если что-то надо будет еще, я там скажете, я допишу. Спасибо. 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 Спасибо.